Аппаратное совещание в понедельник началось с минуты молчания по погибшему в страшной автокатастрофе, произошедшей в Ханты-Мансийском автономном округе. В ДТП погибли 12 человек, 11 из них дети. В Ульяновской области функционирует 396 школьных маршрутов, по которым перевозят 6747 учащихся, и в зимнее время к ним нужно особо пристальное внимание. Прошу взять на ваш персональный контроль выезд каждого школьного автобуса, для того, чтобы быть уверенными. Первое, что транспортное средство оборудовано всеми необходимыми элементами безопасности, прошло сертификацию, проверку. Второе, что водитель, который управляет школьным автобусом, имеет соответствующую категорию, находится в адекватном состоянии, не раздражен, у него нет каких-либо проблем. Потому что, как показывает практика, большое количество дорожно-транспортных происшествий связано именно с этой причиной. В среду пройдет комиссия по безопасности дорожного движения. Принять участие в заседании губернатор призвал всех глав администрации и муниципалитет. Мы должны будем с вами, совместно с нашими федеральными коллегами, разработать принципы оптимизации дорожного трафика в регионе. Мы должны будем подготовить предложение о том, как эффективно организовать дорожные движения, как развести потоки личного транспорта с общественным и грузовым. Ну и как максимально быстро привести всю дорожную инфраструктуру, в том числе и освещение, в том числе и вопросы контроля за водительским составом в соответствии с теми требованиями, которые есть в нашем государстве. Улучшение дорожного движения остается в приоритете на следующий год. Бюджет получит дополнительные 653 миллиона рублей на развитие инфраструктуры. Большое внимание продолжат уделять развитию муниципалитетов. Для нас крайне важна региональная и муниципальная повестка. Именно под это проведено переформатирование работы администрации губернатора, и Якунин конкретно высвобожден для этого направления. Поэтому у нас появился под ним институт общественных советников, который помогает ему сейчас формировать новую муниципальную доктрину, доктрину муниципальной политики, а значит и региональной. Завтра пройдет первое заседание нового правительства. Губернатор поручил главному администрации муниципальных образований наладить деловые контакты с руководителем кабинета министров и запланировать в бюджетах районов средства на продвижение муниципалитетов на утророссийском уровне. Связан с муниципальной повесткой вопрос благотворительности. Глава области привел пример работы Новоспасского района в этом направлении. Очередной замечательный парк культуры отдыха построен в рабочем поселке, в будущем городе. И там в рамках, скажем, такого государственного, муниципального, частного такого, да, и такого гражданского сотрудничества было построено. И я видел, какое количество людей туда приходит с детьми, как, так сказать, там к ним комфортно относятся, как их там ждут, как делают все, чтобы, так сказать, вот там людям действительно было комфортно, потому что через общение с людьми их делают вот такими же тоже участниками этой большой благотворительной деятельности. Подготовка к новогодним праздникам – еще один важный вопрос. Ведь это чудо, которого ждут не только дети, но и их родители. В регионе по инициативе главы области стартует проект новогодней Ульяновской области. Я жду от Министерства культуры, чтобы у нас появились идеи для прогулок по праздничной Ульяновской области. Давайте мы сделаем этот туристический маршрут. Благо, что у нас, слава богу, есть что рассказывать, как, куда людей пригласить. Обратная сторона праздников – обеспечение безопасности. Губернатор поручил усилить контроль над продажей пиротехники. После обсуждения вопроса подготовки к празднованию Нового года, перешли к кадровому назначению. Со 2 декабря к выполнению своих обязанностей приступит министр образования и науки Раиз Загидуев. С завтрашнего числа начнет заниматься вопросом международного межрегионального сотрудничества в качестве помощника губернатора Екатерины Сморода. А ответственным за развитие человеческого потенциала и приоритетный региональный проекта станет бывший руководитель Индийского района Олег Медлен, также в статусе помощника губернатора. В работе аппаратного совещания принял участие депутат Государственной Думы Алексей Курин. Парламентарий привлек внимание к ситуации с обеспечением льготными лекарствами жителей области. Ни для кого не секрет, что в конце года, это последний ноябрь-декабрь, возникли значительные сложности у льготников с получением, я говорю про инвалидов, прежде всего про федеральных льготников с получением бесплатных лекарств. Вот было дано на такое поручение комитетам проехать и посмотреть как раз по регионам льготные аптеки. У меня есть сейчас ряд жалоб по 127-й, по 68-й аптекам, что нет лекарств, и ближайшие, к сожалению, несколько недель не предвидится. У меня большая просьба к вам, если такая ситуация имеет место на территории ваших муниципальных образований, вы предоставьте эту информацию. От общего перешли к конкретному. Губернатор обратил внимание на особо острые проблемы ряда муниципалитетов. Пять населенных пунктов в Майинском районе ждут решения проблемы с обеспечением природным газом. Сейчас мы в течение недели подготовим соответствующее техническое создание, и через неделю мы планируем объявить торги на разработку проектно-сметной документации для подводящего сетей газопровода и восстановления внутрепоселкового газопровода. Мы это сделаем за региональный счет. В течение следующего года мы полностью планируем завершить эту работу. В пригородных селах Ульяновска постоянно возникают проблемы с перебоями электричества. Мы хотели бы взять еще две недели на то, чтобы отработать все технические вопросы, и тогда уже мы сможем четко сказать, когда мы сможем решить данную ситуацию. Однако губернатор считает, что руководство Ульяновска прилагает малые усилия к решению проблем электрообеспечения. У нас должен быть четкий, жесткий план приведения качества электроснабжения в соответствии с теми требованиями, которые предъявляются сегодня. А в-третьих, если необходимо, то давайте тогда будем решать вопрос о том, чтобы выйти на федеральные органы МРСК, для того, чтобы они незамедлительно оказали содействие и помощь здесь на месте, для того, чтобы решить эту проблему. Столь же мало внимания уделяется транспортному обеспечению в областном центре. Люди реально задают вопрос. Первый холод, и люди остались один на один с проблемами. Ни ваших маршруток, ничего. Только басни, так сказать, вашего господина Бычкова и вас видны, по всей видимости. О том, что у вас все хорошо, все двигаются, все контролируют, а люди, видно, просто устали, заморозились и не заметили, как мимо них там ездят маршрутки. А в Корсунском районе школьникам из Базарного Уриня приходится пешком преодолевать 5-километровое расстояние до школы. Нормально Чубарову тогда на машине лично ездить хорошо, а дети пойдут пешком? Странные какие-то, так сказать, там метаморфозы происходят. Я поэтому просил бы в Министерстве образования, вы присмотрите, так сказать, к работе, так сказать, руководителя управления или отдела образования района. По всей видимости, наверное, не желают работать. Распорядился губернатор в кратчайшие сроки решить проблему с водоснабжением села Курба в Радищевском районе. Для сельчан будет закуплен специальный автомобиль для подвоза воды. С учетом процедур по закупке, с учетом изготовления транспорта, значит, к 1 февраля поставщики имеют возможность данную машину нам поставить. Это будет специализированный автомобиль для подвоза воды питьевого качества. Сейчас муниципалитетом организован подвоз на пожарной машине, что, в принципе, не допускается соответствующими техническими регламентами. Последним вопросом аппаратного совещания стало проведение внепланового осмотра внутридомового газового оборудования. По словам Андрея Тюрина, задачи выполнены всего лишь на 27%. Большую часть работы придется окончить до 20 декабря. Свершена тотальная инспекция в Сурском и Павловском районах. Хуже всего дела обстоят в Ульяновске, Тимитровграде и Ново-Ульяновске. Егор Титов, Юрий Конехин. Новости Ульяновской правды.